А сейчас пересказ фильма «Мгла». А также подпишитесь, может сможем добить 100 тысяч подписчиков. Приятного просмотра! После разразившейся бури художник Дэвид Дрейтон и его жена Стефани осматривают нанесенный их дому ущерб. Подойдя к берегу озера, на котором расположен их участок, они замечают густой неестественный белый туман, медленно спускающийся с гор и клубящийся по поверхности озера. Что там, пап? Дэвид, его сосед Брэнд Нортон и восьмилетний сын Дэвида Билли отправляются на машине в супермаркет, чтобы купить все необходимое для устранения последствий урагана. Находясь в магазине, который, как и весь город, остался без электричества и телефонной связи. Они замечают необычную активность полиции и военных из находящейся в горах военной базы, которая, как гласят местные слухи, занимается проектом «Стрела». Внезапно всеобщее внимание привлекает Дэн Миллер с текущей износа кровью, бегущий через стоянку и предупреждающий о чем-то опасном, скрывающемся в наступающем тумане. Один из посетителей супермаркета выходит из здания и бежит к своему автомобилю. В этот момент его накрывает туман и слышны страшные крики этого человека. Люди решают переждать опасность в магазине и запирают двери, а вскоре снаружи начинается нечто похожее на землетрясение. Видимость становится практически нулевой, и оказывается, что никто из напуганных неизвестностью людей не хочет проводить до дома женщину, переживающую за своих двоих детей, оставленных дома без присмотра. В конце концов она уходит. Среди сметенных людей выделяется фанатично-религиозная миссис Кармоди, которая провозглашает наступивший Армагеддон. Отправившись на склад в поисках одеяла для сына, Дэвид слышит удары и шум снаружи по подъемной двери. Он рассказывает об этом работнику магазина Олли Виксу, механикам Джиму и Майрону, но те ему не верят. Подросток-разносчик Норм решает открыть подъемную дверь, чтобы кто-нибудь прочистил засорившуюся выхлопную трубу генератора. Когда они приподнимают дверь, из тумана снаружи появляются огромные неестественные щупальца с когтями вдоль внутренней стороны, которые хватают и утаскивают Норма. Дэвид, Олли Викс и механики пытаются убедить группу скептиков, возглавляемую Брентом Нортоном, не выходить на улицу, но те не поддаются на уговоры. Корнел, один из посетителей магазина, сообщает о том, что в его машине лежит дробовик, и один человек соглашается отправиться вместе с Нортоном, забрать дробовик и вернуться в магазин. Дэвид предлагает ему обвязаться веревкой, чтобы они знали, сколько им удалось пройти, если что-то случится. Скептики во главе с Брентом выходят на улицу. Через некоторое время веревку как будто что-то хватает, и ее с трудом удается удержать. Он сматывает веревку и в конце концов вытаскивает из тумана окровавленную веревку, привязанную к половине туловища мужчины, отправившегося за оружием. Чтобы защитить свое убежище от атак неизвестных монстров, люди начинают закладывать стеклянные витрины супермаркета мешками с удобрением и собачьим кормом. Из обмотанных тряпками швабр они делают факелы. Кормоди говорит, что ничего не выйдет и Господу нужна кровавая жертва. С наступлением ночи из тумана появляются новые чудовища – огромные летающие насекомые, похожие на летающих скорпионов, привлеченные светом, и охотящиеся на них крылатые животные, напоминающие птеродактилей. Одно из существ непреднамеренно разбивает витрину, и в ходе последовавшей атаки погибают три человека. Одна из них – девушка, подруга солдата с горной военной базы, укушенная гигантской мухой, которая умирает на руках своего друга в страшных мучениях. Второго укусил за шею птеродактиль и из-за потери крови он умер. Еще один оказывается сильно обгоревший. На миссис Кормоди нападает такая же муха, но когда та произносит слова молитвы, муха не кусает ее. Это служит фанатичке лишним подтверждением того, что она избранная самим богом. Она начинает собирать последователей, убеждая их, что конец света наступил и необходимо человеческое жертвоприношение, чтобы туман исчез. Аманда Дамфриз, которая присматривает за Билли, обнаруживает, что ее подруга приняла смертельную дозу лекарства. Билли заставляет отца пообещать, что тот никогда не позволит монстрам забрать его. Видя увеличивающееся число сторонников Кормоди, Дэвид начинает обдумывать план побега. Чтобы убедиться в возможности безопасно добраться до его машины и чтобы добыть лекарства для обожженного человека, он и небольшая группа людей отправляются в соседнюю аптеку. Там на них нападают существа, напоминающие пауков, которые уносят жизни еще двоих человек. Кроме того, в аптеке группа Дэвида обнаруживает военного полицейского, из кожи которого лезут крохотные паучки, наподобие больших существ. Пока полицейский еще жив, он сообщает, что туман возник по вине военных из проекта Стрела. После провала вылазки групп по Кормоди становится еще сильнее, к ней примыкают все больше и больше членов. Среди них и участник экспедиции в аптеку, механик Джим, который стал одним из самых ревностных ее последователей. Выжившие обнаруживают, что двое солдат, участвовавших в проекте Стрела, повесились во время похода в аптеку. Оставшийся солдат тот, чья девушка умерла от укуса мухи, рассказывает, что ученые из проекта случайно открыли окно в параллельный мир, оттуда появились и существа, и туман. Последователи Кормоди, которых уже стало большинство, бьют его ножом несколько раз, после чего выкидывают наружу, чтобы его кровью купить себе один день безопасности от монстров. Солдата убивает похожее на богомола существо. Дэвид и его небольшая группа решают, что необходимо уезжать. Опасаясь фанатиков, они назначают отъезд на утро, когда все будут спать. Однако утром беглецы были пойманы у выхода миссис Кормоди, которая убеждает своих сторонников, что необходимо принести в жертву Билли. Начинается потасовка, в ходе которой Олли Викс двумя выстрелами убивает Кормоди. Больше никто не решается помешать отъезду героев. Но пока они добирались до автомобиля Дэвида, Викс, Майрон, Корнелл были убиты монстрами. Сквозь туман Дэвид отправляется в направлении своего дома, где обнаруживает, что его жена стала жертвой паукообразных чудовищ. Дэвид решает ехать столько, сколько хватит горючего. По дороге они наблюдают проход колоссального монстра с телом, покрытым огромными свисающими щупальцами и шестью колоннообразными ногами, чьи шаги сотрясают землю. Горючее кончается, и группа в молчании соглашается, что идти больше некуда. Последними четырьмя патронами Дэвид убивает тех, кого спасал, в том числе и Билли. Рыдая, Дэвид пытается застрелить себя теперь уже пустым револьвером, после чего выходит из машины, призывая монстров из тумана забрать его жизнь. Нарастает гул, Дэвид всматривается в клубящуюся позади его машины мглу, ожидая преследующих монстров. Но оттуда, из тумана, выезжают танки и другая военная техника, а за ними следует множество солдат, выжигающих огнеметами туман и существ, обитающих в нем. Дэвид видит несколько тягачей, забитых эвакуируемыми гражданскими лицами, среди которых он замечает женщину, которую никто не согласился проводить до дома, где ее ждали маленькие дети. Потрясенный Дэвид падает на колени и кричит от отчаяния, осознав, что все это время они отдалялись от очень скорого спасения, а двое солдат пытаются понять, что с ним происходит. Спасибо за просмотр! Напишите в комментариях, на какой следующий фильм сделать пересказ. Не забывайте подписываться, ведь это очень важно для развития канала.